Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Самый часто задаваемый вопрос мне в директ, с чего вы начинали и какие принципы вам помогли достичь успеха. Я сформировала весь свой опыт в пункты, которыми сегодня с вами поделюсь. Ну что, поехали! Первый мой принцип. Для того, чтобы найти свое, нужно попробовать разное. Когда я начинала, я не знала, что я вот стану визажистом, либо я стану бровистом. Тогда вообще в принципе не было бровной такой специализации. Я пробовала совершенно разные вещи. Игра на фортепиано, играла на скрипке, смотрела то, что мне понравится. Поэтому, когда вы выбираете профессию, не факт, что вы пойдете учиться на визажиста, и вы сразу поймете, что вот я хочу быть визажистом. Попробуйте поучиться там на бровиста, попробуйте ламинировать ресницы. И останавливайтесь на том, это мой второй принцип, то, что вы готовы делать без денег. Вот когда я пошла в модельную школу, и там у нас оказались занятия по макияжу, Балабана Ирина вела эти занятия, вот даже помню своего преподавателя. И я поняла, что мне настолько нравится жизнь модельная, но я не думала, что я буду визажистом. Я хотела очень быть моделью. Я ходила на все кастинги, у меня рост 168. Меня никто не брал, но у меня были такие красивые подружки, которых брали на все кастинги. И я поняла, что если ты хочешь быть в модельной жизни, не обязательно быть моделью. Есть же еще фотографы и визажисты. И я начала знакомиться с разными фотографами, начала сначала красить себя, потом начала красить моих красивых подружек. А так как подружки были красивые, они сейчас достаточно известные уже модели, то и макияж выглядел красиво, это, кстати, немаловажно. Моя работа началась с того, что я просто делала без денег. Если вы готовы это делать без денег, значит это ваше дело. Как я заработала первые свои 100 гривен, я очень много красить начала для фотографов, просто так, как хобби, а училась на финансиста. И однажды мне позвонил мой фотограф, знакомый, говорит, Ань, нужно девочку накрасть. А я говорю, я не могу, у меня там в университете какие-то моменты были. А он говорит, а я тебе заплачу 100 гривен. Я думаю, опа-на, это же совершенно уже другие вопросы. Я свободна, конечно, я свободна. Я поехала на съемку, мне еще сказали, что это такая супермодель из, как сейчас помню, из Амстердама. Я сделала макияж, она фотографировалась полностью голая. Это были первые мои заработанные деньги. И после этого я поняла, что мало того, что оно мне нравится, я могу на нем еще зарабатывать. Но училась я в школе Мэри Кэй, красила косметикой Мэри Кэй и понимала, что мне нужно куда-то развиваться и расти дальше. То есть следующий мой принцип, это всегда обучаться и обучаться у лучших. Я начала ездить на все мастер-классы. У меня на тот момент не было профессиональной косметики. Я начала на свою стипендию, которую получала в университете. Начала покупать профессиональные бренды и нашла преподавателя. Сначала я ездила просто на мастер-классы, смотрела, что делать на мастер-классах, это повторяла. И когда я начала это повторять, ко мне начали уже обращаться, а научи, научи нас. То есть ко мне уже обращались как к учителю, хотя я тогда на тот момент красила аппликатором. То есть у меня даже кисточек не было, я красила аппликатором Мэри Кэй. И когда ко мне начали обращаться, чтобы я обучала, я поняла, что нужно двигаться куда-то еще дальше. И нашла самого классного визажиста у нас в Донецке, Елена Нуфричук, и пошла к ней на индивидуальное обучение. На тот момент это стоило для меня очень дорого. Это все деньги были за все мои дни рождения. Знаете, когда я там деньги на дни рождения, Новый год, вот это были все скопленные мною деньги там в 17 лет. И за 5 занятий что-то там в районе 400 либо 450 евро. И тогда я узнала, что же такое профессиональный макияж. Следующий сразу же сюда принцип – формируйте команду. То есть один в поле невольный. Я вообще очень командный игрок, и для меня важнее команда. Мне там спрашивают, Ань, твои подчиненные? Я говорю, у меня нет подчиненных. У меня есть команда. У меня все люди равноценные. Нет такого, что я сказала, значит, так все делают. Наоборот, у нас в команде, в основном, как сказала команда, так и мы делаем. И мне команда говорит, как делать. Я очень люблю работать в команде. И тогда я начала знакомиться с разными классными фотографами, парикмахерами. И мы начали делать такие творческие проекты. И первым его фотографом был Станислав Истратов, Флекс. Я с ним работаю до сих пор и очень горжусь нашей дружбой. И мы с ним начали делать первые креативные работы. И сделали с ним первую выставку. Работы, вы видите, что они такие нестандартные. И вот здесь следующий принцип – делайте то, что не делают другие. И делайте необычно, нестандартно. То, что вообще не влазит в нормальный, адекватный человеческий мозг. Отличайтесь. И я начала с нашей командой фотографами, парикмахерами делать необычные образы. Мы начали делать различные выставки. И к моему первому чемпионату, когда я уже была готова участвовать в чемпионате, в принципе, у меня была хорошая узнаваемость как у визажиста. То есть у меня уже было большое количество невест. К счастью, на тот момент конкуренции вообще в принципе не было. И я узнала, что есть чемпионаты. Елена Анафричук меня подготовила к первому чемпионату. Я заняла второе место. Хотя я была уверена, что я должна занять первое место. Помню мой первый чемпионат. Я рыдала и своему тренеру говорила, как так. Мне еще тренер поставил не самые высокие оценки по сравнению с другими судьями. Я тогда даже обиделась на своего тренера. А Елена мне говорит, Анна, ты посмотри, у тебя один глаз выше, другой ниже нарисован. И мне тогда казалось, что это идеально симметрично нарисовано. Это я сейчас смотрю на этот макияж. Один глаз на глазу, а второй глаз на груди нарисован. Там абсолютно не симметрично. Но это все уже нарабатывается с опытом. И вот чемпионат мне дал понимание, как же дальше развиваться. И знакомство с Еленой, я очень благодарна ей за то, что она меня взяла моделью на чемпионат мира. Это тоже была достаточно такая интересная история, потому что у нее была очень красивая модель. Но она была эмоциональная. Елена с тренером решили поменять модель, и у нее никого не было. А тут я ходила. И она говорит, хочешь? Я говорю, конечно, хочу. А нужна была модель на буди арт. И мы тренировались очень долго. Это была моя такая первая профпоездка на чемпионат мира в Париж. И я поняла, чего я хочу. Что я хочу тоже участвовать. Я хочу участвовать в чемпионате мира. И после чемпионата Донецка у меня был чемпионат Куба Киева, я заняла первое место. Потом у меня был чемпионат Украины. Пошло такое достаточно активное развитие. Следующий принцип, который мне помог в развитии, это уходить от людей, которые являются токсичными. Люди, которые тебя тянут вниз, с которыми ты не получаешь удовольствия. Люди, которые не хотят, чтобы ты развивался. С одной стороны, это может быть подсознательно, да, у людей, у них нет такого именно задачи угнетать твое сознание. Но сознание. Но ты чувствуешь, что ты с этим человеком уже не развиваешься. Я поменяла тренера на Наталью Найда. Это визажист был из Киева. Мне очень нравились работы, школы. До сих пор нравится очень все именно по конкурсам. И другие были конкурсы, чем в которых я участвовала. В первом чемпионате, когда я поменяла тренера, я не заняла ничего. Для меня это был шок, потому что до этого во всех чемпионатах я занимала места. Вплоть до того, что валялась на полу и рыдала, меня успокаивала моя сестра. И здесь момент того, что то, что для вас кажется вашим поражением, это наоборот огромный плюс. Потому что сейчас, когда я уже тренер, я понимаю, что чувствую человек, который проигрывает. И я знаю те слова, которые ему нужно сказать. Потому что я была на этом месте, и у меня были же такие же чувства и эмоции. И после того, как я поменяла тренера, я поехала участвовать в чемпионате Невский берега. Это был уже чемпионат в другой стране, совершенно другой уровень. Это уже была команда другая. Там я ездила несколько раз, занимала места. Конечно же, для моего города Донецка это были большие результаты. Потому что у нас никто не участвовал на тот момент в чемпионатах такого уровня. И на меня все обращали внимание в качестве специалистов. Поэтому у меня было большое количество клиентов. Также, когда я начала участвовать в чемпионатах, я поняла, что мне не хватает навыков с прическами. Там же нужно было делать полностью образ, не только макияж, но и волосы. И я закончила государственные курсы по парикмахерскому искусству. И как же мне это помогло потом в дальнейшем в развитии профессии. Потому что если раньше были только визажисты, либо только парикмахеры, причем парикмахеры, которые делают либо стружку, либо какой-то начес, но не умели делать стильные прически, я начала учиться делать классные стильные прически. И вот это дало толчок мне, как свадебному стилисту. У меня появилось такое количество невест. То есть я за день зарабатывала больше, чем мой папа, который работал в милиции на тот момент. Его официальная государственная зарплата. Потому что невеста за невестой. С трех утра я собирала невесту. То есть дополнительные навыки, несмотря на то, что я сейчас не работаю как парикмахер, но на любой съемке я могу сделать классную прическу. Это однозначно вам в плюс. Следующий мой принцип. Всегда Вселенная говорит да. Вот если к вам прилетает какое-то предложение, я соглашаюсь. У меня были такие странные предложения, на которые согласилась, странные коллаборации. Но в дальнейшем они привели также к определенной узнаваемости. Например, я участвовала в неделях моды в Москве. За свой счет туда летела, ездила, все себе оплачивала, чтобы просто покрасить модели на недели моды. Казалось бы, в чем здесь логика? Потратить кучу денег для того, чтобы поехать и покрасить модели. Но это дало определенные знакомства. Также я работала очень много бесплатно с различными журналами. С культом, с разными дизайнерами, с Элей Гасановой. А сейчас она известный дизайнер. Потому что ей тоже нравилось это делать. Она делала это не ради денег, а ради того, чтобы просто воплотить свои какие-то внутренние мысли, которые есть в голове. Поэтому если вам прилетают какие-то предложения, поучаствовать в программе, в передаче, на фотосессии. И не надо бояться этого. Если вам уже вселенная дает это, значит вы это можете. Есть специалисты, которые постоянно ищут концепцию, что-то себе придумывают, думают, но ничего не делают. Если вы ничего не делаете, ничего и не будет. Поэтому надо просто брать и делать. Я вообще человек результат. Я не люблю процесс. Мне важна очень конечная дата. И вот чтобы в конечной дате было уже что-то готово. Вот хотите вы поучаствовать в чемпионате, не надо обдумывать о том, что а вдруг я проиграю. А что скажут мои те, что скажут мои клиенты, а что скажут мои родственники. А меня никто не поддерживает. Да просто берите и участвуйте. Ваши цели, именно цели, не мечты. Потому что мечта, если вы хотите ее достичь, она должна быть вашей целью. У окружающих должна вызывать улыбку. Либо ухмылку. Типа, боже, что она придумывала такое себе в голове. Когда я рассказывала, что у нас будет свой бренд косметики. На меня многие смотрели, боже, как на больную. Какой бренд, девочка молоденькая. Какой бренд косметики. Потом я говорила сестре, помню, мы шли по выставке и смотрели оборудование. Хотя нам абсолютно не нужно было оборудование. Я говорю, когда у нас будет свой завод, и мы будем производить косметику, вот надо сразу подготовиться к оборудованию. Мне кажется, сестра тоже иногда думала, что я чуть-чуть больная на эту тему. Потом она тоже, видимо, я начала заражать этими мыслями. И она тоже начала мне в это подыгрывать. Сейчас мы на стадии строительства завода. В 2022 мы обязательно его запустим. И когда я говорю, что я хочу, чтобы Украина стала центром вообще бьюти-индустрии, многие на меня смотрят как на больную. Не меряйте свои цели чем-то очень маленьким. То есть у меня никогда не было там цели, либо мечты купить сумку, либо купить джинсы. «Окей, я могу себе купить джинсы, но даже если я их себе не куплю, у меня ничего страшного не произойдет». Это такие мелкие цели. Мыслите глобально. Вот когда вы глобально мыслите, тогда оно все будет к вам обязательно приходить. Следующий момент, который мне очень помог в развитии, это, конечно, поддержка моей сестры. Если бы не она, если бы у меня не было партнера, понятное дело, у меня бы ничего не было. И, конечно, не бойтесь хайпа, не бойтесь о том, кто о вас что говорит. Вот у меня есть, опять-таки, мой такой последний принцип жизни – найти людей, которые вас поддержат, и чье мнение для вас на самом деле важно. Вот для меня это мнение моего мужа, потому что я с ним живу, и он со мной живет, и, понятное дело, мне во мнении важно, и мнение моей сестры. Родители меня всегда поддержат. То есть даже если у меня что-то произошло, я прихожу к мужу и говорю, «Я тебе сейчас кое-что расскажу, но я не хочу, чтобы ты мне давал советы, я не хочу, чтобы ты мне там ругал и говорил, что я сделала неправа. Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал и сказал, «Ты молодец». Вот заранее я так подготавливаю, и потом уже рассказываю какую-то историю. И он слушает, и потом говорит, «Ты молодец». Я говорю, вот именно это я сейчас и хотела услышать. Поэтому найдите тех людей, обучите их, как правильно вас поддерживать, и не обращайте внимания абсолютно на хейт. А если вы даже переживаете относительно хейта, зайдите ко мне в ТикТок, да почитайте, сколько мне всего пишут. Ой, да вообще, даже если вам что-то и пишут, по сравнению с тем, что мне пишут в ТикТоке, это вообще ничего. И вы к этому постепенно приспособитесь. Чем более успешным вы будете быть человеком, тем больше у вас будут хейтеры. А хейтеры – это самые классные поклонники. Хейтеры, вам привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Ну а мы с вами увидимся в четверг. Всем пока!